Раздел 8. Трудовой распорядок дисциплины труда. Глава 29. Общее положение. Статья 189. Дисциплина труда и трудовой распорядок. Дисциплина труда – это обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с настоящим кодексом, иными федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. Работодатель обязан соответствовать трудовым законодательствам и иными нормативными правовыми актами, содержащими норму трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором, создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда. Трудовой распорядок определяется правилами внутреннего трудового распорядка. Правила внутреннего трудового распорядка – это локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с настоящим кодексом и иными федеральными законами порядок приема увольнения работников. Основные правила – обязанность и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы о регулировании трудовых отношений у данного работодателя. Для отдельных категорий работников действуют уставы и положения о дисциплине, устанавливаемые федеральными законами. Статья 190. Порядок утверждения правил внутреннего трудового распорядка. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодательным с учетом мнения представительного органа работника в порядке, установленном в ст. 372 НК для принятия локальных нормативных актов. Правила внутреннего трудового распорядка. Правила являются приложением к коллективному договору. Глава 30. Дисциплина труда. Статья 191. Поощрение за труд. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценными подарками, почетной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии. Другие виды поощрений работников за труд определяются коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка, а также уставами и положениями о дисциплине. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть представлены государственным наградам. Статья 192. Дисциплинарное взыскание. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работникам по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующее дисциплинарное взыскание. Первое замечание. Второе выговор. Третье увольнение по соответствующим основаниям. Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине, часть 5 статьи 189 Настоящего Кодекса для отдельных категорий работников, могут быть предусмотрены также другие дисциплинарные взыскания. Дисциплинарным взысканием, в частности, относится увольнение работника по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10, части 1 статьи 81, пунктом 1 статьи 336 или статьей 348.11 Настоящего Кодекса, а также пунктом 7 или 8 части 1 статьи 81 Настоящего Кодекса. В случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо, соответственно, аморальный поступок, совершены работника по месту работы, в связи с исполнением им трудовых обязанностей. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. С. 193. Порядок применения дисциплинарного взыскания До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работникам не представлено, то составляет соответствующий акт. Непредставление работникам объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки позднее двух лет со дня его совершения. В указанной сроке не включается время производства по уголовному делу. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. Приказ распоряжения работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени и отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом, распоряжением под роспись, то составляет соответствующий акт. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работникам Государственной инспекции труда или органам просмотрения индивидуальных трудовых споров. Соття 194. Снятие дисциплинарного взыскания. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет подверг новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайствуя его непосредственно руководителя или представительного органа работников. Статья 195. Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителя организации, руководителя структурного подразделения организации и их заместителей по требованию представительного органа работников. Работодатель обязан рассмотреть заявления представительного органа работников о нарушении руководителем организации, руководителем структурного подразделения организации, их заместителями трудового законодательства и иных актов, содержащих норму трудового права, условий коллективного договора, соглашения, и сообщить о результатах его рассмотрения представительный орган работников. В случае, когда факт нарушения подтвердился, работодатель обязан применить к руководителю организации, руководитель структурного подразделения организации и их заместителям дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения.